архиватор winrar для windows где скачать на русском и как установить и пользоваться в данной подробной инструкции мы скачаем самый популярный архиватор файлов на сегодняшний день мы его скачаем с официального сайта без всякого дополнительного программного обеспечения или вирусов которые идут в нагрузку чаще всего при скачивании с неофициальных сайтов в описании под видео я укажу главы где вы можете переключаться по нужные для вас главе в общем урок будет интересен друзья всем привет вы на канале компьютерный химик поехали как только вы установили или переустановили windows у вас по умолчанию будет доступен встроенный windows архиватор zip он способен разархивировать архивы с расширением zip давайте я вам наглядное покажу у нас есть формат архива с расширением zip кстати чтоб увидеть свое расширение файлов для этого вам необходимо зайти мой компьютер вид и поставить галочку показывать расширение имен файлов вот давайте я сейчас уберу галочку и как видите у меня стала папка просто урок если я нажму показывать расширение имен файлов мы можем увидеть теперь наши расширения у файлов которые порой необходимо знать друзья это тестовая папка которую я создал специально для данного урока чтобы продемонстрировать работу встроенного архиватора zip который находится по умолчанию в операционной системе windows я нажимаю правой кнопкой мыши по данному архиву и нажимаю извлечь тут я указываю место куда будет извлечь данный файл пусть это будет рабочий стол и нажимаем извлечь как мы видим папка успешно извлеклась на рабочий стол и мы видим содержимое данной папки но теперь друзья давайте представим ситуацию что мы скачали какой-либо архив с интернета с расширением рар давайте я теперь переименую изменю теперь расширение на рар и нажму окей здесь я соглашусь и как мы видим теперь мы не можем извлечь файлы данного расширения то есть программа винрар нам нужно для того чтобы мы могли запаковать или извлечь архив с расширением рар то есть по сути в windows есть штатный архиватор файлов zip но никак не рар итак друзья давайте теперь скачаем наш всемогучий архиватор винрар с официального сайта компании ну что открываем наш браузер у меня это браузер google chrome у вас может быть любой другой браузер и вводим здесь винрар и нажимаем enter выдача google предоставляет нам список сайтов откуда можно скачать архиватор винрар и как мы видим на первом месте сайт винрар но мы пропускаем данный сайт официальный сайт компании это rar lab точка ком переходим на данный сайт итак друзья мы находимся на официальном сайте компании винрар если вас смущает английский язык вы можете перевести данную страницу на русский язык нажав правой кнопкой мыши и вызвав контекстное меню браузера google chrome и нажать перевести на русский но меня данный язык не смущает давайте перейдем в раздел загрузки это download нажимаем download прокручиваем колесиком немножко вниз и ищем русскую версию программы винрар и как мы видим русская версия присутствует на сайте версия для 32 битных разрядных систем и для 64 битных разрядных систем если у вас 32 битная система вы качаете естественно версию под 32 битную систему если 64 битная система соответственно под 64 битную систему чтобы узнать какая система на данный момент установлена у вас в компьютере вы заходите правой кнопкой меню пуск вызываете раздел параметры далее переходите систему и в левом меню самом низу есть такой пункт о программе здесь показывается подробная информация вашей операционной системе как мы видим у нас тип системы 64 разрядная соответственно мы закрываем окно параметры и качаем венрар под 64 битную разрядную систему нажимаем russian 64 бита отлично данный архив с программой скачался мы можем кликнуть два раза по данному файлу и у нас начнется процесс установки если у вас что-то пошло не так вы нажимаете на данную птичку и нажимаете показать в по также все браузеры которые установлены у вас на компьютере качают все файлы в папку загрузки которые находятся в моем компьютере то есть вот здесь находятся все файлы скачаны с интернета нажимаем установить тут в разделе ассоциировать венрар с мы указываем те форматы файлов которыми мы хотим чтобы работала данная программа давайте выберем все нажимаем ok нажимаем готова наша программа успешно установилась на наш компьютер теперь друзья мы сворачиваем данные окна и помните друзья в самом начале урока я поменял на расширение файлов rar и мы не могли открыть данный архив но теперь когда мы установили программу венрар данный архив теперь может свободно открываться и мы можем распаковывать и работать с данным архивом без проблем это только благодаря архиватору венрар друзья итак программа будет доступна у вас в меню приложений пуска нажимаете все приложения здесь недавно добавленных будет отображаться венрар также его можно найти прокрутив список ваших установленных программ до нужной буквы то есть w венрар нажимаем запускаем и перед нами открывается интерфейс программы венрар также друзья можно запустить программу венрар с меню выполнить правой кнопкой мыши по меню пуск нажимаете выполнить здесь пишите венрар нажимаете enter и мы вновь видим интерфейс программы венрар друзья архивировать и разархивировать файлы с помощью программы венрар можно двумя способами это с помощью контекстного меню и с помощью самого интерфейса программы венрар друзья теперь давайте вам покажу как с помощью программы венрар и контекстного меню windows архивировать и разархивировать файлы давайте я уберу данный архив а точнее его даже удалю и теперь мы подносим курсор к нужной нам папке нажимаем правой кнопкой мыши и вызываем контекстное меню windows и как вы видите программа венрар добавила четыре пункта в контекстное меню windows которые мы можем применять повседневно итак первый пункт это добавить в архив перед нами открывается опции данного архива тут мы можем указать имя файла например мы не хотим чтобы архив также назывался урок например я хочу чтобы он назывался тест или документы или любое произвольное имя здесь мы можем также задать пароль но мы пока пропустим данный пункт мы нажимаем ok и как мы видим папка урок у нас стала архивной и имеет имя тест давайте я теперь удалю и например чтобы быстро без всякого интерфейса дополнительного венрар заархивировать папку опять на щелкань правой кнопкой мыши по папке нажимаем добавить в архив урок рар отлично и как мы видим у нас папка опять заархивировалась имеет расширение рар данную папку вы можете отправлять по электронной почте отправлять вайбер отправлять друзьям как угодно теперь друзья давайте я вновь добавлю данную папку в архив нажимаю добавить архив и попробуем установить для нее пароль итак папка у нас будет называться урок нажимаем установить пароль вводим пароль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 например повторяем данный пароль и нажимаем ok теперь у нас есть папка урок и чтобы извлечь данную папку какому-либо пользователю ему необходимо знать пароль он нажимает правой кнопкой мыши нажимает извлечь и перед ним выскакивает окно ввода пароля если я введу какой-то либо пароль нажму окей у нас пароль неверно естественно если я введу пароль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 то как мы видим у нас успешно разархивировался данный архив друзья давайте теперь все то же самое проделаем только уже непосредственно с помощью интерфейса программы венрар то есть мы не будем задействовать контекстное меню так запускаем нашу программу давайте сейчас удалю данный архив мы можем ее запустить естественно и отсюда также мы можем правой кнопкой мыши щелкнуть по меню выполнить и набрать команду венрар и у нас открывается интерфейс программы венрар давайте я хочу папку урок который находится у нас на рабочем столе добавить в архив для этого я просто нажимаю на данные книжечки добавить в архив указываю место куда я хочу сохранить пусть будет это рабочий стол как у нас есть на самом деле нажимаю сохранить нажимаю окей если мы хотим извлечь из архива файлы мы также указываем папку с архивом нажимаем извлечь и выбираем куда извлечь вы можете выбрать произвольное место куда вы хотите извлечь данный архив давайте мы например извлечем данные архив на другой диск пусть будет это диск е давайте на нем создадим еще какой-то пап и назовем ее архивы архивы теперь мы выделяем данную папку нажимаем ok заходим мой компьютер и проверяем переходим на диск е переходим в папку архивы и как мы видим папка успешно разархивировалась на другой локальный диск теперь друзья с этим разобрались теперь давайте поговорим как работать большими файлами с помощью архиватора винрар итак друзья для вас я подготовил папку тест в ней находится 6 альбомов с фотографиями общий размер папки составляет 240 мегабайт и с данной папкой мы будем работать допустим мы хотим отправить данные фотографии человеку на электронную почту но так как объем сильно большой почтовые сервисы не пропустит отправку письма с данными фотографиями у вас есть два варианта это отправлять кусочками второй вариант намного лучше это использовать программу винрар или сэван зип с помощью данных программ мы сможем разбить архив на части но перед тем как разбить архив нам нужно естественно заархивировать итак нажимаем правой кнопкой по папке тест нажимаем добавить в архив имя архива мы можем задать произвольное например фото и теперь нас интересует раздел разделить на тома размером теперь нам необходимо указать единицу измерения давайте укажем мегабайты я хочу поделить данную папку на части размером 24 мегабайта почему 24 например google поддерживает 25 но когда мы создадим архив будет 25600 и google не пропустит лучше сделать 24 и когда мы поделим на части архив будет весить где-то 24 300 24 600 не превышая размер 25 мегабайт отлично мы нажимаем ok вот у нас пошли создаваться тома 2 1 2 3 4 5 6 7 9 и 10 отлично теперь если мы зайдем свойства каждого архива то мы увидим его размер как мы видим размер составляет 24 мегабайта тот размер котором мы указывали теперь нам необходимо по одному файлу отправлять человеку которому вы хотите передать данные фотографии например фото 1 вы отправили 23 и по очереди по одному файлу далее человек которому вы отправляете эти файлы должен распаковать первый самый архив который заканчивается на цифру 01 то есть он распаковывает первый том и автоматически распакуются и остальные тома давайте продемонстрирую это например вот человек давайте удалим эту же папку тест человек получает по одному файлу он сохраняет себе на компьютер каждый файл у нас нашем примере их 10 потом он находит первый файл и нажимает извлечь в фото у меня называется архив фото ваш архив может называться по другому и так вот создалась папка мы проверяем и все 240 мегабайт то есть наши все фотки успешно разбились на тома теперь друзья давайте представим что нам нужно разбить образ с windows 7 в моем примере на части по 100 мегабайт для этого мы правой кнопкой щелкаем по образу добавить в архив здесь мы указываем мегабайты и здесь уже заготовленные шаблоны от программы винрар я указываю по 100 мегабайт и нажимаю ok теперь данный файл разделится на части по 100 мегабайт мы по почте естественно его не сможем отправить но для каких-либо целей данный способ тоже актуален и так мы видим вот первая часть 100 мегабайт 2 3 и также будут созданы по следующей части надеюсь урок был полезен ставьте лайки подписывайтесь на канал